Анна Катрина Вестли. Повесть «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик». Глава пятая. Бабушка уезжает домой. Ещё три дня прошли быстро и незаметно. Как-то вечером мама сказала бабушке, «Как жаль, что тебе уже скоро ехать. Может, погостишь у нас подольше?» «Нет, спасибо», — ответила бабушка. «Мне надо домой». «Небось, радуешься, что скоро будешь дома. Тебе, верно, надоело спать у нас на столе?» «Ну что ты? Так даже интереснее. Только знаешь, там дома все будут волноваться». И бабушка глубоко вздохнула, потому что вспомнила, что у неё нет денег на билет до дому. Она села возле окна и просидела так весь день. Всем хотелось пойти погулять после обеда. Погода была тёплая, но бабушка никуда не пошла. «Вы идите, а я посторожу дом», — предложила она. Матс остался с бабушкой. Весь день он украдкой наблюдал за ней и видел, что она чем-то опечалена. Он всё время размышлял. «А чего бы это? Может, бабушке кажется, что у них слишком шумно?» «Почему ты такая грустная?» — спросил он наконец. «Завтра ты, правда, уедешь домой, в деревню, но ведь ты ещё приедешь к нам». «Не в этом горе», — вздохнула бабушка. «Мне у вас очень хорошо, но знаешь, мне не на что ехать домой». Бабушка начала тихонько схлипывать. Матс подсел к ней поближе и погладил её по щеке. После этого бабушка заплакала громче и рассказала ему о том, что у неё нет денег на дорогу и что она не решается сказать об этом папе и маме. Она рассказала Матсу о копилке, в которой оказалось слишком мало денег. Возможно, было бы благоразумнее не приезжать в город, но ей так хотелось повидать папу, маму и всех восьмерых детей. «Теперь ты знаешь, что мне не до веселья», — закончила она свой рассказ. «Если бы у меня была здесь шерсть, я бы могла за ночь связать варежки и продать их, но вся шерсть осталась дома». Матс принялся искать выход. Он думал так сосредоточенно, что у него чуть голова не лопнула. «Не бойся, бабушка, мы что-нибудь придумаем», — сказал он. «Положись на меня и не грусти». Он сказал это так уверенно, что бабушка сразу успокоилась. Она посмотрела на Матса, улыбнулась и сказала. «Уж я положусь на тебя, но только обещай, что ты никому не скажешь ни слова. Ни за что». Он смотрел на бабушку и мечтал только об одном — придумать, что ей делать, но, увы, это было не так-то просто. У Матса не было денег, да и ни у кого из детей не было денег, и он обещал не говорить папе с мамой. Но он всё равно что-нибудь придумает. В этом он был твёрдо уверен. «Я пойду на кухню и подумаю там», — сказал он. «Хорошо, я подожду тебя здесь». Матс долго сидел на кухне. Он сидел, подперев голову руками, и думал. И когда он вернулся, он уже кое-что придумал. Бабушка по-прежнему сидела у окна. «У меня есть один интересный план», — сообщил Матс. «Но его не так-то легко осуществить». «Какой?» — спросила бабушка. Она повеселела, услышав, что предстоит нечто интересное. «Ты будешь голосовать». «А что это такое?» «А это такой способ ездить на автомобилях. Многие таким образом путешествуют целое лето, не имея ни эра. Они выходят на шоссе, вытягивают руку и поднимают большой палец. Автомобиль останавливается и забирает их с собой. Ты ведь едешь одна. Тебе много места не нужно. И ты так симпатично выглядишь». «Просто поднять большой палец? Никогда в жизни ничего подобного не слышала». «Ты можешь выехать из города на трамвае и немного пройти по шоссе, прежде чем начнешь голосовать. У тебя ведь есть немножко мелочи на трамвай». «А что скажут папа, мама и дети? Ведь они захотят проводить меня на вокзал. Что же нам делать?» «Ты встанешь пораньше и оставишь им письмо, а я провожу тебя до трамвая». «Ты умница, Мац!» «Что ж, давай так и сделаем». «А ты проснешься утром?» спросил Мац. «Заводить будильник нельзя, а то мы всех перебудем». «Это пустяки», сказала бабушка. «Раньше, когда я была коровницей, я просыпалась без всякого будильника. Я только говорила себе, ты должна проснуться в пять, и просыпалась ровно в пять и шла доить». «Красота!» обрадовался Мац. «Пиши скорее письмо, пока они не вернулись домой». Времени оказалось в обрез, потому что как только бабушка закончила письмо и спрятала его в карман юбки, на лестнице послышали шаги. «Ну вот мы и все вместе», сказала мама и пересчитала всех по порядку. «Папа, мама, бабушка и восемь детей все были на месте. А теперь у нас будет прощальный ужин в честь бабушки», сказала мама. Она приготовила кофе и вынула из шкафа большой красивый торт, который испекла днем. Больше бабушка не грустила, она знала, что в конце концов все будет в порядке. Когда немного спустя бабушка улеглась на своем столе, она вздохнула глубоко-глубоко и сказала самой себе, «Помни, завтра ты должна проснуться очень рано». И заснула. «У бабушки верно дорожная лихорадка», заметила мама. Она легла, не раздеваясь. «М-м-м-м-м», промычал папа. Он очень устал и мгновенно уснул. Мама тоже быстро уснула. И когда рано утром бабушка проснулась, все крепко спали. Бабушка села на своей постели и посмотрела на часы, которые висели на шнурке у нее на шее. Как раз в пять часов время вставать. Бабушка не зря спала одетой. Она взяла ботинки в руки, вошла в комнату и осторожно потянула маца за ухо. Разбудить маца оказалось не так-то легко. Он спал очень крепко, но ведь она обещала разбудить его и должна была сдержать слово. Бабушка несколько раз потянула его за ухо, прежде чем он зашевелился и сел на постели, протирая глаза. «Ну, я иду!» – шепнула бабушка. Она положила письмо на комод и тихонько вышла за дверь. Маца не заставил себя долго ждать. Он схватил одежду под мышку. В коридоре одеваться легче, чем в комнате, где нельзя шуметь. Кроме одежды он захватил пакетик с едой, который приготовил заранее. «Пока все хорошо», – сказала бабушка. «Но мы будем в безопасности только когда выберемся из дома». Маца кивнул. Он быстро оделся, и они спустились по лестнице. Теперь бабушка совсем не боялась переходить через улицу. Так рано на улице не было видно ни троллейбусов, ни трамваев. «Наверное, трамваи еще не ходят», – сказал Маца, когда они пришли на остановку. «Я захватил для тебя бутерброд. На, поешь пока». «Вот хорошо», – обрадовалась бабушка. «Я проголодалась. Хорошо бы еще кофейку попить. Но тут уж ничего не поделаешь». Бабушка с облегчением вздохнула, когда, наконец, пришел трамвай. Она все время боялась, что папа с мамой проснутся и пойдут ее искать. «Теперь справишься одна?» «Да-да. Спасибо, что проводил. Спасибо за все. Напишу, как приеду домой», – говорила бабушка. Трамвай тронулся, и бабушка с Маца замахали друг другу на прощание. Мацу вдруг стало грустно, что бабушка уже уехала. А хорошо ли он сделал, что отправил ее из города таким образом? А вдруг она не доедет до дома? Конечно, ему следовало поговорить сначала с папой или с мамой. Но ведь бабушка просила, чтобы он никому ничего не рассказывал. Маца заторопился домой. Он вошел в комнату и забрался под одеяло. Все спали, кроме малышки Мортона. Он сидел на своем матрасике и во все горло распевал песни. Но все так привыкли к его песням, что от них никто не просыпался. Спали себе и спали. А тем временем бабушка доехала на трамвай до конечной остановки, вышла из вагона и потихоньку пошла по шоссе. «Хорошо немного пройтись», – думала она. «Уже очень ноги занемели от этого сидения в трамвае». По шоссе проехало несколько машин. Грузовики куда-то очень спешили. Бабушка остановилась и подняла большой палец. Ведь мат сказал, что надо сделать именно так. «Ох, как-то стыдно стоять так. Точно кому-то показываешь, Кукиш». «Лучше пройти еще немного». Но дорога пошла в гору, и бабушка скоро устала. Может, все-таки попробовать. Она остановилась и посмотрела на шоссе. Далеко внизу она услышала шум мотора. «Да, это грузовик». Вокруг него поднималось большое облако пыли. Бабушка отошла к самому краю дороги, и когда автомобиль приблизился, вытянула вперед руку, подняв большой палец. Но это не помогло. Шофер даже не заметил бабушку и проехал мимо. «Не вышло», – вздохнула бабушка. «Наверное, надо быть порешительней». Следом шел еще один грузовик. На этот раз бабушка уже не отходила к самому краю дороги, а размахивала рукой, оттопырив большой палец. Шофер просто не мог не остановиться. «Что случилось, бабушка?» – спросил он. «Да вот видишь, я здесь голосую», – ответила бабушка. «Ах так, ну садись, пожалуйста, только я недалеко». «Ну что же, и на том спасибо». Метров через двести машина свернула к большой усадьбе, и бабушке пришлось слезть. Дальше им было не по пути. «Счастливого путешествия!» – крикнул шофер. «Спасибо», – ответила бабушка и побрела дальше. Мимо нее проезжало много машин, но казалось, что теперь они спешат еще больше, чем раньше. А может, они просто ехали в перегонки? Ни у кого не было времени останавливаться. Некоторые смеялись, когда видели, как бабушка стоит, шевеля большим пальцем. Они думали, что это просто шутка. Не может быть, чтобы старая женщина разъезжала таким способом. Бабушка присела на пенек у дороги. Нет, видно, сегодня ей до дома не добраться. Не так-то просто остановить на дороге грузовик. Бабушка поклевала носом и заснула. А в городе тем временем все проснулись. Мама нашла на комоде бабушкино письмо. «Мои милые, спасибо за все. Я уже уехала. Вам незачем меня провожать. У вас мне было очень хорошо. Привет, бабушка. А я сейчас голосую». «Это еще что такое?» удивилась мама. «Как рано она уехала. Разве утром есть поезда? И что означает «я сейчас голосую»?» «Да она не на поезде», — сказал мац. И ему ничего не оставалось, как рассказать всю правду. Тем более, что бабушка была уже далеко, а мац так за нее волновался, что просто не мог больше молчать. Мац рассказал о том, что у бабушки не было денег на обратную дорогу, и о том, как бабушка расстраивалась, и, наконец, о том, что она отправилась голосовать на шоссе, чтобы таким способом добраться до дому. «Кто поедет со мной?» — спросил папа. «Если бабушку подвезли, то все в порядке. Значит, она сейчас уже отдыхает дома. А если нет, значит, она где-нибудь на шоссе и не знает, бедняжка, как ей попасть домой. Надо ехать выручать бабушку. Придется всю сегодняшнюю работу отложить на завтра». «Я тоже отложу», — сказал малышка Мортон. Все захотели поехать с папой, и через десять минут грузовик с папой, мамой и восемью детьми выехал со двора. Бабушка долго сидела на пеньке. Ей все время снилась большая чашка кофе, ведь сегодня она и капельки кофе не выпила. И сон про кофе был такой явственный, что, проснувшись, она еще чувствовала во рту его вкус. «Вот так», — сказала она, — «теперь я все-таки получше себя чувствую». Она поднялась и взглянула на шоссе. Машин не было, зато далеко внизу она увидела лошадь с телегой. Когда телега подъехала поближе, бабушка замахала большим пальцем, и мужчина, сидевший в телеге, спросил, «Тебя что, подвезти? Садись, пожалуйста». «Спасибо за помощь», — ответила бабушка. «Конечно, ехать на лошади не очень быстро, зато ноги не устают. Цок-цок-цок». Все-таки продвигаешься вперед, но скоро телега свернула на боковую дорогу, и бабушке снова пришлось сойти. «Нет, теперь-то она должна остановить машину». Вдали показался небольшой грузовик. Сейчас она будет махать пальцем и сделает это по всем правилам. Она высоко подняла большой палец, и грузовик остановился. Бабушка взяла свой узелок и уже хотела залезть в кузов. Как вдруг послышалось подозрительное хихиканье. Кто-то прыснул со смеху, кто-то шикнул, и вдруг тоненький голосок сказал, «Я хочу к бабушке». «Да не сойти ей с места, если это не сам малышка Мортон». И, всмотревшись получше, бабушка увидела, что за рулем сидит никто иной, как папа, и улыбается ей. А тут и мац высунул голову из кузова. «Бабушка, ты молодец, ты справилась! Так и нужно голосовать!» А бабушка и не знала, что сказать. Вообще-то она была очень рада и папе, и красному грузовику. Теперь ей нечего было опасаться. Теперь-то она была уверена, что доберется до дома. Но ей было очень стыдно. А папа только похлопал ее по плечу и сказал, «Поверь, что мы все очень рады, мы за тебя так волновались!» Подошла мама с термосом, в котором был горячий кофе, и сказала, «Я думаю, ты выпьешь хоть глоточек». А больше никто ничего не сказал, и грузовик поехал дальше. Бабушка сидела в кабине вместе с папой, и каждый раз, когда грузовик приставал отрясти, она делала большой глоток из термоса. До бабушкиного дома они ехали ровно три часа. Наконец грузовик остановился, и папа первым выскочил из кабины. Он распахнул перед бабушкой дверцу и крикнул, «Прошу, сударыня!» и предложил ей руку. Величественно, словно королева, бабушка вышла из грузовика. Она милостливо кивнула папе и сказала, «Благодарю, покорно!» Они сердечно распрощались, и папа, мама и восемь детей уехали обратно в город.